Творец Друзья мои, сегодня мы с вами поговорим о большом празднике, о покрове Божьей Матери. Этот праздник занимает особое место в православном календаре. А почему, мы сейчас с вами узнаем. Праздник покрова Божьей Матери, он занимает особое место среди прочих праздников, потому что он есть не только православным сугубо исключительно, хотя он ниже двунадесятых праздников. То есть самый большой праздник в православной артологии, то есть в празднествах это Пасха праздников, праздник торжеств и торжеств. Потом идут двунадесятые праздники, вход Господь в Иерусалим, Благовещение и так дальше, и потом идут большие праздники, такие как покрова Божьей Матери, Казанской иконы Божьей Матери, Почаевской иконы Божьей Матери, Стеля Николая. Недавно праздновали праздник памяти апостола любви, святого апостола Иоанна Богослова. И праздник покрова Божьей Матери, он является еще нашим национальным праздником, потому что хоть событие это случилось в эллинском мире, то есть в греческом мире, в эллинизированном мире, но элладская, греческая православная церковь этого праздника очень долго не знала. То есть фактически он был установлен на Руси, был установлен святым благоверным князем Андреем Боголюбским в честь того, что ему Престая Богородица помогла в победе над язычниками, волжскими булгарами. Не надо путать с болгарами, это два разных народа, хоть и родственных, помогла Престая Богородица, она явилась князю Андрею Боголюбскому и со всемирственным спасом. Это знамение оказалось признаменованием победы. И в честь этого, посовещавшись с архиереями, с первоиерархами, Андрей Боголюбский вынес на предложение архиерейского собора внесение в святцы именно праздника Покрова Божьей Матери. И после исследования этой истории, о которой мы сейчас поговорим, то этот праздник был утвержден архиерейским собором, православной церкви Руси, был утвержден праздник Покрова Божьей Матери. В чем состоит суть этого праздника? Суть этого праздника состоит в том, что он имеет под собой реальную, конкретную историческую основу. Событие это произошло в Константинополе в начале X века, то есть одни датируют это событие 910 веком, годом, другие датируют это событие 925 годом. То есть напали на Константинополь враги. Причем по одной исторической версии это были арабы, сарацены, по другой исторической версии это были наши предки, язычники, славяне, которые на тот момент, помним, что крещение Руси было в 988 году, в тот момент они были закоренелыми язычниками. И по поводу того, что они нападали на Константинопольское побережье православных христиан-греков и было страшно, опустошали, их очень боялись греки. Даже было такое, в их летописях написано, что они вбивали железные гвозди в головы священника. Вот такие страшные вещи. И они воспринимали как вообще диких людей константинопольцы. Константинопольцы, по сути, наши предки такими были язычниками до просвещения Святой Апостолом Великой Книги Ольгой и Святой Апостолом Великим Князем Владимиром нашей земли. И вот напали, в общем, враги. И они облажили Константинополь, а армия императора в это время была в военном походе. И она не могла защитить жителей. И жители собрались, было такое предместье Константинополя, оно называлось Влахерна. И вот жители всего Константинополя в огромном множестве, они собрались во Влахернский храм помолиться Божьей Матери. Почему это Влахернский храм? Потому что там лежала риза Пресвятой Богородицы. Риза, то есть амафор, мафорий по-гречески. Мафорий – это раньше женщины ходили в таком длинном одеянии, вот она изображается на иконах Пресвятой Богородицы в амафории. То есть это длинное женское одеяние, которое с женщины закутывается с головы до пяток, как одеяло такое большое, накидка, покрывало. И мы знаем, что Пресвятая Богородица – одна из трех святых, вернее четырех даже, которая была живой, взята на небо. То есть она телесно была взята на небо. И когда апостолы открыли гроб, то мощей Пресвятой Богородицы не было обнаружено. Были обнаружены только мафорий, покров Божьей Матери и головная повязка погребальная. И вот эти вот великие святыни православного мира, они были в V веке положены в этой Влахернской церкви в Константинополе. И им православные, вернее, с помощью этих святынь православные молились об избавлении от беды. И множество великого народа, оно собралось в церкви вот этой Влахернской на все ночные дни. И все очень молились, чтобы вот Пресвятая Богородица своим заступничеством избавила Константинополь от беды. И в это время в Влахернской церкви также находился наш с вами соотечественник Русич, то есть по всем таким событиям это был славянин, Русич, блаженный Андрей Юродивый, которого еще в глубоком детстве продали в рабство в Константинополь. Там еще была раблодическая система, и там он уже стал блаженным, то есть святым, блаженным Андреем Юродивым. И когда вот усиленно люди молились, Пресвятой Богородице, Матушке-Заступнице, тогда вот как пишется «Житие», вот да, у меня есть эта книжечка, замечательное издание Киево-Печерской лавры, «Житие и деяния святого отца нашего Андрея Юродивого Христа Ради». Такая книжечка есть, вот. И здесь его «Житие» — это выдающееся произведение византийской географии, то есть святой отеческой литературы. Вот. И здесь сейчас записано очень подробно, как это было. Вдруг блаженный Андрей Юродивый посреди всеночного бдения, он увидел, как бы, что по воздуху над людьми идет Пресвятая Богородица. По воздуху ступает, она появилась. И она была в окружении многих святых. Ну, там был точно святой пророк Претеча Крестеля Господня Иоанн, там был святой апостол-наверист Иоанн Богослов и многие святые. Вот эта иконочка, она очень сильно отображает вот это событие. То есть мы видим вот Пресвятую Богородицу, да, которая на воздухе, вот, она появилась с сонмом святым над людьми. И она пришла по воздуху к престолу Божьему в алтаре и преклонила там колени и очень усиленно молила Спасителя Христа, чтобы Он помиловал всех тех людей, которые Ей молятся, и не допустил их до беды. Перед своим уходом она сняла с себя вот этот вот амафор, вот видите, вот он так изображается, сняла с себя амафор и распростерла его по воздуху. Он был, как пишется в житии, великий, страшен был тот амафор. Он был сияющий такой, светлый. И после ухода Престой Богородицы, он еще долго, некоторое время, святой блаженный Андрей Еродивый, видел с учеником своим Епифанием, видел этот амафор над людьми распростертым. И интересно то, что блаженный Андрей Еродивый, он как бы спросил своего ученика Епифания, видишь ли вот это вот событие. Он говорит, Епифаний, вижу и ужасаюсь. Вот после этого события враги бежали. Константинополь был избавлен. Внезапно появился император, внезапно произошла победа, торжество, и враги бежали, и Константинополь был спасен. И этот праздник стал на Руси известен где-то в начале XII века. И очень стал почитаем на Руси. Почему? Потому что наши предки, христиане, они всегда относились к Престой Богородице, как к маме. И вот это событие, что она распростирает свой покров, распростирает свой амофор над нами, над детьми, в этом было какое-то глубокое чувство защиты. И всегда русичи, славяне относились к Престой Богородице, как к маме. Поэтому и казаки, которые были сильно потрепаны в войнах, воевали много за православие, за христианство, они всегда почитали Божью Матерь, и в частности своей покровительницей, в частности праздник покровы Божьей Матери, считались своим престольным праздником, в Запорожьей Сечи, на Сечи была церковь освящена в честь покровы Престой Богородицы. И поэтому всегда мы, люди и славяне, этот праздник считали его своим заступничеством и своим покровительством. И мы верим, что вот в нашей стране такие бедные проблемы. Но мы посмотрим, что в Константинопольце собрались, тысячи людей собралось, чтобы вымолить у Бога прощение, в покаянном чувстве попросить помощи у Престой Богородицы. И мы в украинце, мы должны понимать и знать, что если мы будем просить, если мы покаянно придем к вере, придем ко Христу, если мы будем просить заступничество Божьей Матери, установление мира на Украине, и будем это просить все поголовно, в посте, в покаянии, в молитве, то, конечно, такой мир придет на землю. Потому что Преста Богородица своими молитвами никогда нас не оставляет. Ведь три лавры в Украине, Киево-Печерская, Свято-Успенская, Богородичная, Почаевская, Свято-Успенская, Богородичная, Святогорская, Свято-Успенская, Богородичная носят ее великое и святое имя. К сожалению, человек современный, человек непростой. Через 25 века, на него обрушивается огромный, ну, раньше людей не обрушивалось, таких информационных бурей не было, таких, как сейчас. А раньше просто человек, допустим, жил в лесу, рубил, молился, крестился, и хватит, и простота была. Сейчас человек очень многоуровневый, многосложный. Эти телефоны, гаджеты, аксессуары, интернет. Я не говорю, что это плохо, это хорошо, то есть, есть там очень позитивно много моментов, но телевидение, там сотни каналов, которые вот на этого человека, бедного, они так агрессивно влияют часто, и часто различными силами используются в качестве пиар-компании, рекламных ходов каких-то. И у человека, у него как бы современного человека часто сорван центр понимания мира. У него не понимает, что быть, и у него срабатывает какая-то система защиты, он думает, да лучше я тогда вообще ни во что не верить не буду. Если и то не так, 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 значит ничего не так. И вот, получается, с водой выплескивается и ребенок. И, конечно, если бы у людей была вот эта святая простота, ведь апостолы были рыбаками простыми, и апостолы, многие святые были очень простыми людьми, а многие еретики были очень умными, очень образованными, очень начитанными людьми, профессорами и так дальше, и так дальше, своих времени, своего времени. И мы должны понимать, если у нас будет эта простота, вот это искреннее детское обращение к Пресвятой Богородице, как ребенок к своей маме, тогда и будет Господь к нам прильнет. Ведь Он кто? Он Отче наш. Отче наш. Мы обращаемся, Христос нам повелел обращаться к Богу, как к своему Отцу, а к Пресвятой Богородице, как к своей маме, понимаете? Ведь как Блаженный Андрей Еродивый в той же книжечке там написано, что когда он побывал в раю, он был в раю, то есть как бы так Господь его сподобил, он спросил, где же Лище Пресвятой Богородице? Святой Ангел Хранитель ему сказал, а ее здесь нет, она всегда пребывает на земле, чтобы помогать страждущим, помогать больным, помогать всем тем людям, которые в нем нуждаются. Лишь бы мы сами захотели в ней и в Боге нуждаться, лишь бы мы сами. Не только нуждались в машине, в квартире, в интернете и так дальше, и так дальше, только в этом, из этого делали культ, но нуждались в Божьей поддержке, понимали, что то тленно, а то вечно. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спасибо, Господи, с праздником, дорогие братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова